Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Порт Рояль 4. Мы с вами берёмся за довольно сложную кампанию, как мне лично кажется, это кампания Нидерландов, так как это самое маленькое государство на нынешней карте карибов, поэтому мы попробуем сгонять за них. Естественно, речь идёт о 1620 году, было очень малое число колоний, бла-бла-бла-бла-бла, почти 50 лет шла Испано-Голландская война. Так, за независимость Нидерландов, в 2021 году была основана голландская Вест-Индская компания для развития торговли в стране с её колонией. Так, главной задачей был экспорт товаров из колоний в Старый Свет, чтобы стабильной торговлей закрепить отношения и влияние в Европе. Окей, в этой компании вы будете содействовать развитию Нидерландов и их становлению как крупнейшего представителя торговли в колониях, а также узнаете, как повысить эффективность производства, это меня интересует, погнали. Так, вопрос, за кого мы будем в этот раз? Ну, по идее, у нас большая часть всё-таки будет завязана на торговле. Я думаю, мы не будем изменять нашей торговке. Хотя, вот эта хрень всё равно не работает, не требуется торговая лицензия, это дичь. А, нет, стоп, она действительно не требовалась. Это уже для постройки лицензия требовалась. Ну, в любом случае, если у нас не будет торговли, мы лососнём, правильно? Торговля — это и самый профитный способ получения средств, поэтому даже если мы пойдём воевать, там ещё что-то, то у нас нет выхода. Я думаю, что эту кампанию мы будем гораздо дольше проходить, потому что мы её ещё в песочнице начнём вымешивать по полной. Так, Найя Петерс сойдёт. Так, давайте сделаем нам чёрные флаги. Чёрные флаги, рекорь, бочка. Пусть будет рыба-меч, почему нет? Так, боевые корабли будут стоить двое больше очков славы. Ничего страшного, мы к этому готовы. Поехали. Так, добрый день. Осада города Монтабан... Нехеровое начало. Так, на юге Франции Людовик XIII осаждает протестантский город Монтабан в ходе очередной волны религиозных войн во Франции с августа по ноябрь. После тяжёлых потерь, несколько безуспешных атак и угрозы представительского нападения на Людовика XIII со стороны протестантской армии осаду приходится прекратить. Пользуясь отсутствием короля при дворе, Мария Медичи расширяет там своё влияние. С тех пор, как в 1581 году семь нидерландских провинций обрели независимость от Испании и основали управляемую самими гражданами республику, испанцы постоянно донимают их военными потугами. Но маленькой стране удаётся отбить все нападения. Отчасти благодаря тому, что её жители главным образом занимаются торговлей. А у торговцев есть деньги на наёмников и оружие. Но у республики мало друзей в монархической европе. Впрочем, в политике дружбы – это вопрос выгоды. Так что, поразмыслив о своих сильных сторонах, в 1621 году Нидерланды основывают голландскую Вест-Индскую компанию. Главная её задача – экспорт старый свет колониальных товаров не только для удовлетворения собственных нужд, но и для того, чтобы посредством торговли улучшать отношения с другими европейскими державами. Неудивительно, что испанцам, заклятым врагам Голландии, эта стратегия вовсе не приходится так рада. Поэтому для купеческой республики крайне важно правильно оценить интересы других соперников Испании на Калибрах. Товары и сырьё можно с выгодой отменять на военную поддержку. Начинаторгового флота, эффективность производственных предприятий и хорошая логистика – вот ключевые аспекты, от которых зависит успешность этого замысла. Добро пожаловать! Мы очень рады такому знакомству, тем более, что я о вас уже весьма наслышан. И у меня есть для вас небольшое деловое предложение. Меня зовут Петер Ламбой. И, как вы знаете, я возглавляю местное отделение голландской и вест-индской компаний. У прочих держав есть здесь вице-короли, по большей части лизаблюды настоящего короля. Мы же республика. Общество выше всего ценящие результат. Нам нужны партнёры по торговле. Чем больше партнёров, тем выше доходы, диверсифицирование риски и сильнее наше могущество. Моё предложение таково. Вы поможете мне производить и продавать товары. И если мы наберёмся достаточно сил, чтобы принудить Испанию заключить с нами мир, в ваших руках окажется целая торговая империя. Довольны разговоров? Покажите мне, на что способны. Совершите несколько торговых поездок. Я записал для вас ряд заданий. Так, я тебя понял, друг, подожди. Меня удивило, что у нас кнопки даже поменяли цвет в силу того, что мы за другое государство играем. Так, окей, число городов, которых у вас есть торговая лицензия 6. На настоящий момент 0,6. Э? А он должен автоматом вообще выполниться. В смысле 0,6? Чё за херня? Так, ладно, количество товаров, проданных вашими торговыми маршрутами 600. Вы доставили в город Нассау 300 единиц колониальных товаров. Нассау это у нас столица, да? Нассау у нас является столицей. У нас очень дебильное расположение городов. Но это всё-таки не беда, мне кажется. Хорошо, сейчас попробуем. У нас в запасе 300. Что у нас за корабли? Так, один флейт. Один флейт, один флейт. Серьёзно, настолько всё плохо? Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Меня больше волнует его информация. Он сказал или мне послышалось. Мне не послышалось, мы воюем с Испанией. Как вам такой поворот? Внезапный, абсолютно. Окей, хорошо, начинаем с самых низов. Что нам для этого нужно? У нас не так много по запасу. Самое отвратительное, что флейт проседает. А здесь почти везде мелководие. И он на мелководии как раз херово плавает, мягко говоря. Давайте попробуем сначала сделать довольно простую вещь. Я сюда направлю все наши корабли. Давайте. Где у нас ускорёшка? Это очень неприятно, но... Я же говорю, нам по-хорошему нужно заменить все корабли. Потому что с флейтами мы очень долго будем пытаться зарабатывать деньги. Причём именно пытаться зарабатывать. Так, у вас что-то есть? У вас же верфь есть, я надеюсь. Пожалуйста, скажите, что у вас есть верфь. У них есть маяк. Крупная верфь даже есть. Хорошо. Так, шхуна, барк есть. Но флейт собака вместительный. Тут ты как бы не поспоришь. Вообще не поспоришь. Ладно. Раз это у нас, я так понимаю, единственная верфь, да? Уйди. Так, наличие верфи. Класс. Это единственная верфь. Начало будет сложно. Я должен объявить. Так, создать маршрут. Это у нас будет торговый маршрут один. Вот так его и сохрани, пожалуйста. Бам-бам-бим-бум-бум. Бим-бим-бим-будыш. Как мы можем самоорганизоваться? Я думаю, что мы можем просто несколько кораблей на один маршрут закинуть. Несколько флотов. Мне кажется, это будет благоразумно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И теперь в обратку. Опц, опц. Хопца-дрыца, опца-ца. Примитивный, простой маршрут. Ничего нового, в принципе, я здесь не придумал. Торговый маршрут один. Есть такой. Так, дорогуша, торговый маршрут. Пип-пуп. Пип-пуп. А? Назначить. Первый пошел. Любой второй тоже пошел. Занимайтесь сием маршрутом. Я думаю, что вы сможете нам хоть что-нибудь позаработать. Так, у нас что по концессиям? Все то же самое. Слава у нас, естественно, в жепе. Но в НОСАУ нам нужно продавать товар, и тогда у нас слава будет расти. Тем более, что у них, кстати, у них очень херовое потребление. 176-196-944. Мы очень сложно будем поднимать славу вручную. Окей. С этим ясно. Что мы можем предпринять? По заданию мы должны наторговать. Меня интересует больше вопрос, что будет с заданием с лицензиями. Или мы начнем торговать, и они автоматом поймут, что у нас есть, так сказать, лицензия. И мне кажется, что нам по вынужденным абсолютно мерам придется торговать с другими государствами. Иначе мы просто не вытащим по баблу. Торговать мы можем. Долгое время не получали товары. Отлично. Я думаю, что сможем. Думаю, что сможем. Я пока разведочку сделаю небольшую. Французы вроде бы как к нам претензий не имеют, поэтому с ними было бы очень даже выгодно побарыжиться. Так, порт Сен-Джо. Меня смущает, правда, что у нас очень мало времени. Очень-очень мало времени. Так, вот столицы. Конечно. Товарищ, я про барыга. Ты о чем вообще? Они уже наторговали, правда, еще до шестого города, видимо, не доплыли, раз лицензия не показалась. Так, заплыви еще сюда. Здесь, как и в Европе, между нами и Испанией война. Поэтому не приближайтесь к испанским городам. С Англией и Францией отношения у нас нейтральные. Они посмеиваются над нами, но это ненадолго, если мы добьемся успехов. Так что прежде всего нужно доказать, что мы можем быть полезны этим двум державам. Да запросто, дружочек. Ядрен батон. Мы сейчас маршруты как насобираем, то тут будет вообще грязь. Ты мне дай хотя бы самые голимые лодочки, и мы тогда... Бляха, знаешь, в чем беда? Они у нас двое одновременно идут по одному и тому же маршруту. Их нужно чуточку рассоединить, мне так кажется. Так, плыви пока сюда. Набарыжить уже удалось? Удалось слушать. 60 тысяч плюсом есть. Не прерывайте поставки колониальных товаров, и мы сможем улучшить торговые отношения с Европой. Вы приобретаете все больше славы при нашей счетной палате. А это вам еще пригодится. О да. Так, захват города Юлих, Испания. Город Юлих, сумевший выдержать осаду в войне за Клевское наследство. 12 лет назад, после долгой блокады, оказывается, взят... Амбрджебзебжа от имени Испании. Среди основных причин, заставивших в итоге осажденный город сдаться, свирепствующие болезни, серьезная нехватка продовольствия и холодная зима. Голландские солдаты отправляются в почетную отставку. Очень хорошо. Вы так быстро сделали себе имя. Теперь пришла пора обратить доверие в дружбу. Думаю, вам следует начать производство товаров, в которых часто существует недостаток. Того, чего не хватает нашим будущим друзьям. Мне на ум приходят древесина и уголь. Древесина нужна повсюду, как строительный материал. А уголь, это сырье для многих других производственных цепочек. Если мы сможем обеспечивать поставки того и другого, то станем незаменимы. Полностью с тобой согласен, милый друг. Так, 622 год... Ага, 623. Ну, то есть мы уже по чуть-чуть опережаем по времени. Крукет Айленд. Это как раз наш единственный город, в котором мы можем вроде бы взаимодействовать. Количество работников на ваших предприятиях. 400 человек. Вы что, с ума сошли? Два угля и две древесины. Ну, слушай, деньги-то, конечно, вроде бы уже появляются, но... Есть вопросиксы. Если мне память не изменяет, то тут еще целая куча английских городов. И они, по-моему, аж вон туда уходят. Было бы неплохо их все исследовать для начала. Я так понял, что мы как раз будем заниматься непосредственной торговлей именно с союзными или нейтральными государствами. А потом уже будем предпринимать какие-то серьезные действия. Так, давайте я сейчас гляну все-таки, что у нас в нашем городе. Если мы можем так сказать. Тут и так есть уже древесинный уголь. Я вот этого не понимаю. Зачем нам надстраивать там, где и так уже дохренища всего есть? Это неправильно. Вообще неправильно. Так, сколько там? Четыре производства древесины и два производства угля, да? Четыре производства древесины нам обойдутся в... Нормально, пока денег хватит. Древесина, древесина, древесина... Ну, здесь спорно. Здесь есть, конечно, места, куда было бы неплохо сгружать. Ну, да хрен с ним. Давайте в самый конец куда-то в пекло-то запихнем. Ой, слушайте, а у нас вообще очень даже приятный городочек получается. Очень даже приятный. Наверное, производство буду пока здесь, в самый... В самый жеб пихать. А там потом решим. Так, два угля. По товарам наши ребята должны доставить. Я в них не сомневаюсь. Я забыл, правда, переименовать наш... Кагаблик. Так, подожди, ты здесь не проверил. Здесь есть город, нет? Есть, конечно, Сан-Хуан. Так, тебя... Основа, чтобы я не путался. Это чисто для меня. Куча кораблей здесь плавает. Но они, я так понял, в большинстве своем военные, да? Да. Нам было бы очень глупо воевать с Англией, серьезно. Мне кажется, что они гораздо сильнее в военном плане. Гораздо-гораздо сильнее. Где у нас еще? Вот там остались города, да? Ребятки, зашибаем бабусик. Отлично. Че? Согласен, друг мой. У меня капельку вымораживает наш... Глава. Производство древесины начинает набирать обороты. Это, конечно, да. И нам нужно еще проверить, есть ли здесь люди. Ну, здесь не так много ищущих работу, кстати. Как, допустим, в той же Испании. В Испании людей завались. Наберяю обломка, разбито лагерь и несколько моряков. Очевидно, они сидят тут уже не первую неделю. Рядом нет выбранных караванов. А ну-ка сейчас проверим. Шо это такое? Иди сюда. Принять. Мы взяли набор двух моряков. И шо мне с ними делать? У нас нет дополнительных... Давайте я попробую сюда сгрузить. Я просто поднял двух моряков, они даже не отмечаются, как моряки. Ну ок. Вам виднее. Так, плывем пока сюда. Людишки сейчас сами нам по чуть-чуть понатаскают. Моряков. Я думаю, это вообще не вопрос. А я здесь проплывусь по Шурику. По-моему, до конца как раз этого хребта здесь еще несколько городов были. Так, Гренада. Там уже Испания, поэтому туда пока не суемся. Не хотелось бы, знаете ли, огребать на ровном месте. Мы быстренькую разведочку проведем. Так, Барбадосина вот здесь еще проверим. Сейчас все проверим. Во, есть здесь еще один. Гваделупка. Все, можем возвращаться. Сейчас я хапану заодно людей тогда. Получить на очки славы. Юпи! Мы не то, чтобы много зарабатываем на самом деле. Но хоть что-то да имеем. Не понял, где второй корабль. А вот. А как они... Как они умудрились разминуться? Как у них вышло друг от друга отстать хотя бы на полсекундочки? Какая-то магия не иначе. Так, ребятки-моряки. Желаете к нам перескочить? У нас есть работа. Бля, хаишь по 80 человек собираем. Корабль у вас есть? Нужен корабль срочно. Бриг есть. Давай, бриг. Где маяк? Маяк. Перекидываем в основу. Опять связываемся. Во, теперь 160. С этим уже можно работать. Отвезите к нам, пожалуйста. Что-то мне хватает. Достигнут предел населения, поскольку отсутствует церквушка. Оу, щет. Придется ставить церквушку. Давай, давай, боже. Как он, несчастье, медленно плывет, а? Чи-чи-чи, назад. Так, забирайте людишек. А мы сейчас глянем, что можем сделать. Ну, церквушку можно поставить. Я думаю, что у нас 2000 населения, если... А, чуметь. Давайте организуем церквушку. По общим показателям. Чоп. Опасность чумы 33. Это у нас вообще нет больниц, да? Можем ли мы себе позволить? Да, в принципе, можем. Блях, а вы как так дебильно размещены? По дебильному. 3, 4, 5, 6, 7. Давайте вот сюда втулим. Тут еще будут жилые кварталы, так что... Будет самое то. Грузите все. С этим разобрались. Людишки еще нужны. Ну, я на всяк пожарный еще сплаваю возьму. Мы все равно по чуть-чуть возим. 240. Сейчас застроят церквушку, и тогда, наверное, пойдет рост. Наши барыги барыжат вовсю. Сейчас посмотрим, может, нам имеет смысл заказать кораблики. Мы сюда, правда, почти ни хера не привозим. Вроде бы как, да? А, сейчас, для начала дайте людей. 160. Плыви домой. Забираем у них все, что им не надо. Покедова. Так, заказать. Заказать мы можем даже фрегаты, короветы и все это добро. Но я все-таки топлю забарки и бриги. Я не знаю, они мне что-то очень сильно нравятся. У них нет осадки. Вот в чем их основное мега преимущество. Так, плыви, людишек, зададим. Нет, жилья даю, перный театр. Только какой-то груш заработал. Все, надо его сразу же всрать. Так, здесь вам будет топчик. И здесь вам будет топчик. Подъем до 2780. Чуть маловато. Ну, давайте 2900 попробуем добить. Плывите, 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 друзья. Что у нас вообще по маршруту? Маршрут в плюс 6500. Очень даже неплохо, мне кажется. Ну, мы, конечно, тратим бабло постоянно, поэтому так учитывать сложно. Но то, что он приносит, это уже хорошо. Держите еще людей. 240. Не создавайте предприятия для новых видов товаров на острове нашем. Потому что два свободных производства понадобятся в ходе компании. Что за херня? Что за ограничения? Я не понял. Что за шляпах? Кто это вообще придумал? Ладно, бог вам судья. Нам нужно сделать, чтобы начали работать гораздо больше людей. Потому что наши предприятия, естественно, не дали. Наверное, 400, да? Наши дали как раз 240. Давайте смотреть предприятия, которые больше всего задействуют народу. Сахар 40, древесина 40, уголь 40. Ну, можем и сахар пульнуть. Нам-то что? Мы люди простые. Они как-то очень криво производство начали выставлять, слишком близко к людям. Но с другой стороны, жилой массив можно сюда отстроить. Но я так, наверное, поступать не буду. Раз вы здесь уже засрали, здесь всё всё равно никак не пройти, правильно? Поэтому давайте сделаем вот так вот. Накидаем сахарку ещё. Это у нас плюс... 240 плюс 160. То, что нам надо, да? То, что нам надо. Отстраивайте ещё сахарок. Отстраивайте сахарочек, будет то, что надо. Я думаю, мы пока аккуратненько попробуем всё делать. Но не забывать про то, что нам ещё нужно каким-то раком улучшаться постоянно. Именно нашим флотам, не только нам лично. Так, здесь только шкуна осталась. Сколько стоит барк заказать? Барк, барк, 32 тысячи стоит. 5 барков закажу. Мы либо сделаем отдельный новый флот, либо усовершенствуем старые. Ну, потому что с просадкой 2 плавать по мелководию, но это боль. Это нужно понимать, это сразу боль. Хочешь ты этого, не хочешь, всё равно будет боль. Откуда 200 тысяч опять взялось? Что за маки? Как вы это делаете? По-хорошему мы действительно можем... ...приятия работают на полную мощность. Да. Как и должно быть. Пока что всё идёт по плану. Английские и французские колонии будут платить за наши товары золотом и дружбой. Пора начать поставки. Однако не забывайте и о поставках колониальных товаров. Они нужны нам для экспорта в Европу. Прежде всего, в Европе отличается огромный рост спроса на какао. Поскольку покупать его теперь разрешено простолюдинам и мелкому дворянству. Отвеличьте его производство. Никто ведь не станет нападать на тех, у кого покупает шоколад. Так что давайте заведём больше друзей. Так, звучит хорошо, но задание, по-моему, будет не очень, да? Так, число ваших предприятий в городе Андрос, где производится товар какао-4. Андрос, Андрос, где ты? Андрос здесь. Разрешение на строительство Айда. Уже начинаются проблемы с деньгами, давайте будем честны. Так, первый барк отстроен. Я, наверное, запущу наш основной корабль... Нет, корабль, боже. Основной флот на автоматическую торговлю во Франции. Но с другой стороны, нам нужно тысячу продукта завести... Завести в нашу столицу. Так, в каком продукте вы нуждаетесь? Да, во всём вы нуждаетесь, по сути. Кирпич... Кирпич важен, уголь важен. Так, ребятки, кирпич здесь есть. Здесь всякая херь, табак, уголь где у вас? Уголь здесь есть. Можем вот такой небольшой маршрутик сделать. На 4 единицы этим будет заниматься наша основа. Так, изменить. Раз, два, три, четыре. Продаёшь всё и на самый старт. Раз, два, три, четыре. Продаёшь всё и на самый старт. Я не уверен, что нам есть смысл здесь что-то закупать. А хотя, почему нет? У нас вместимость достаточно большая. Так, подтверждаем этот маршрут. Он называется у нас... Ба-ба-ба-ба-ба... Столица так и будет. Не будем изменять традиции. Столичный оставляем. Но пока его не запускаем. Нам нужен маяк. Маяк мы можем загрузить в барк, увеличить нашу вместимость до косаря. И вот теперь это действительно будет полезный товарищ. Так, назначить на столичный... Назначить. Плыви, дорогуша. Дай бог тебе здоровья. С этим разобрались. Дальше от меня всё, что зависит, мы будем делать удалённо, по идее, да? Андрос, у нас есть разрешение на строительство. Сейчас просто ждём бабло. Сейчас он начнёт затариваться, бабки чуть улетят. Нам нужно пару... Наверное, месяцок подождать. Надо избавиться от этих... Поганых кораблей. От флейтов. Они нам всю малину просто в говно превратят, серьёзно. Просто всю и вся. Так, 159. И он сейчас должен очень хорошенько продать в Нассау. Ну давай, друг. 224, 290, 260. И чё ты к ним повёз? Ну, кирпичика он зажал. Давайте будем честны. Кирпичик можно было и весь нашим продать. Но текучка товара бешеная. Текучка товара прям хорошая. Продал, закупил, продал. Отлично. Так, давайте в Андрос, собственно, влезем. Добрый день, господа. Покажите, что у вас по карте. Я хотел бы у вас выращивать какао. Как вы к этому относитесь? Так, жилые дома не любят какао. Тут будем, если что, продолжать жилые. У них не так много мест, кстати, под застройку. Давайте-ка выставим мега-производство какао-какао. И будем на этом пытаться зарабатывать. Так, сколько он уже прогнал раз маршрут? Наверное, раза два, да? Бабосик затратили, сейчас бабосик снова появится. Не будем переживать. Барк доступен. Сколько у нас доступно в носау барков? Один? Два. Отдай флейт. Забери барки. Вместимость теперь у тебя та же, но ты теперь хоть по-человечески плавать можешь. Мои поздравления. Во, 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 вот это я понимаю скорость передвижения истинного барыги. А то вот это ползанье с горем пополам тружится, пыжится. Ере проплывает. Несчастье мелкое. Теперь совсем другое дело. Так, что там с производствами? Я же переживаю. Через 9 дней будут готовы. Что у нас вообще по срокам? Потому что я так расслабил булки. 23 декабрь. У нас май 22. Больше года. Отлично. Пока мы идем, все правильно делаем. Барыш, дорогой барыш. 390 тысяч. Супер. Так, еще один барк доступен. Могли бы, кстати, и у тех ребят поменять. У этих двоих. Но нужно 4 барка. Либо до Берлина пьет наше какао. Оу, е. Вот это крутяк, конечно же. Он какой-то слишком манерный, нет? Или мне кажется? Буду надеяться, что мне показалось. Так, порт роял здесь. Я очень сильно надеюсь все-таки на то, что у нас получится завлечь союзничков. Европа алчит наших колониальных товаров. Нас ждет большая выгода. Поставки не должны прерываться. Надежность. Вот наш главный аргумент. Я полагаюсь на вас. Однако, перейдем к другому вопросу. Айда. Колонии всех держав растут и растут. Спрос на строительство суда и высококачественные товары продолжат повышаться. Ключ ко всему этому металлоизделия. Если мы сможем производить их дешевле и в больших количествах, чем любая другая держава, это обеспечит нам прочные экономические и стратегические позиции. Вложите средства в производство металлоизделий и следите за уровнем цен и скоростью товарооборота. Окей. Нихера сколько заданий. Так, число ваших предприятий в городе Андрес, где производится товар металл, 3. Ваших предприятий в городе Крукет, где производится товар уголь, 4. Число ваших предприятий в городе Крукет, где производится товар металлоизделия. Ваше производство парово-металлоизделия в городе Крукет имеет эффективность 110%. В настоящий момент 0. Выберите одно из своих предприятий или откройте вкладку производства в соединениях о городе для просмотра эффективности предприятия. Ок. Так, общий объем производственного товара 100 единиц в настоящее время. Но вроде ничего сложного. Вроде ничего сложного. Давайте. Вандеросе нам что нужно? Только металл запоставить, да? Вандеросе только металл. Все остальное уже в других местах. Ребяточки, не хотите немножечко стройкой заняться? Нам нужен металл срочно. Как мы это сделаем? Они причем не объединяемые вроде бы. Насколько я понимаю, да? Поставьте здесь производство металла. А нам надо было 3, да? Ничего страшного. 4 чуть перебдели. Так, дальше нужно поставить уголь и металлоизделие. Уголек и металлоизделие. Ребятки. Есть таки уголек. А эти тоже не коннектятся, да? Между собой. Рядом с мастерской инструментов тогда будет работать эффективней. Ну уж сорян. Не светит нам такое. Так, а металлоизделие, по-моему, надо открыть. Или я ошибаюсь. Кузница позволяет вам строить предприятие и производство металлоизделия. Вот в чем подвох этого задания, да? А сроки? 24-й год, да? Бам-бим-бам-бам-бам. Но у нас, в принципе, есть, по-моему, чтобы дойти как раз дотуда. Предприятие 4 штуки. 4 штуки мы поставим. Рядом с жилыми районами мастерские, в том числе кузница, получает бонус 10%. За каждую угольную шахту поблизости. Нам не надо угольные шахты, потому что нам их лучше подальше держать. Ну окей, давайте вкладывать. Концессии и все дела. Нам минимум 3 нужно, чтобы до сюда добраться. Хотя мастерская инструмента была бы тоже хороша. Окей, давайте через... Да, в любом случае через это придется идти. Канаты. Ромчик и кузница. Кузница, по идее, должна быть, видимо, дорогим удовольствием. Кузница. 40 тысяч одна штука. Not bad. Так, здесь бусты, а здесь дабл буст. Да. Но здесь не так много места для дабл буста. Так, ладно, одну ставим точно сюда. Объединение их никак не влияет, да? Угу. Давайте сделаем вот так тогда. Комбо-бомбо, мать его. Всрали деньжат, все. Пусть ребята обустраиваются. Мы их не дергаем. Точно, нам же жилой массив нужно отстроить. Мы же столько народу сейчас засосем. Сейчас, что у нас? 53, 100% жилья занято. Опасность чумы чуть ниже стала, но не совсем ноль. Так, что мы делаем с жилым массивом? Давайте я здесь дострою. Здесь у нас будет раз. Дальше делаем пивадло. Делаем часовню. И добавляем еще жилые массивы. Это 3500. Вот так делаем. Поднимем до 4500. Правда, опасность чумы возрастет, скорее всего, просто в конских размерах. Но нас это мало интересует. Че? У вас есть все ресурсы? Херовы дикие. Окей, это не мой вопрос, не моя дилемма. Что у нас здесь? На берегу сидит на целой куче товаров торговец. Рад вас видеть, капитан Каравана. Ни с того, ни с сего потребовал дополнительную плату. А когда ему отказал, попросту высадил меня тут вместе с моим грузом. А ведь товары у меня всего-то 1490. Вот он. Может, отвезете их в город Порт Оранж по сходной цене? За 40000? Чувак. Гуляй, Вась. Ты шо? 40000 мы в секунду получаем. В манасекунду. О чем ты говоришь? Так, сейчас бабки улетели. Ребятки, ребятки, выдаем. Постарайтесь чуть-чуть. Бабки нужны. О, хорошо. Теперь полегшалы. Проверяем, все ли мы сделали. В целом, да. По металлоизделиям. Очень хорошо. Слабы кузницы поближе к угольным шахтам, чтобы сократить дальность перевозок. Я тебе уверяю, в этом нет никакой нужды. Абсолютно. В производство в 110% в профитность можно выйти и так. Не уродая город насаждениями из угольных шахт. Без металла нет и металлоизделий. Надежный источник сырья, это очень важно. Металлоизделия нужно для производства высококачественных товаров, постройки зданий и судов. Да-да-да. У нас 106%, потому что, а, людей нет. Б, металла нет. Нихера нет, в общем. Нужно сейчас дождаться, чтобы прибежали людишки, а они сами не прибегут, поэтому мы сейчас за ними поплывем. Как показывает практика, это самый профитный вариант. Но для того, чтобы нам поплыть, нам придется этого человечка, естественно, с маршрута немножечко... Сдриснуть. Караван в ремонте. Ок, я тут при чем? У нас все хорошо, у нас все хорошо, да. Дорогуша, продай здесь, наверное, все, что у тебя на руках сейчас. Так, надо. Боже, сколько всего понакупал, слушайте. Просто демон торговли. Здесь какая-никакая потребность была, так что. Моя совесть спокойна. Так, плыви сюда, кстати, а мы запрос можем сделать? Купить кайперскую грамоту можно. Так, в обмен на 86 тысяч могут дать вам кайперскую грамоту. Она даст вам законное право атаковать и грабить караваны и города враждебные вам страны. Моу. Но я пока не собираюсь их как бы насиловать, но тем не менее. Кстати, вот еще самое страшное. Мы выкупаем у них кофе. Видимо, оно у них очень дешевое. Из-за чего происходит некий коллапс. Но с этим мы решим вопрос. На адрес мы скоро будем претендовать как глава города. Надо подправить тогда маршрут, слушайте, раз на то пошло. Торговый маршрут изменить. На сау, на сау, на сау. Нам что нужно? Не покупать там кофе, да? Не покупать кофе. Продавать, выключить. И вот здесь. Выключить. Это наш основной маршрут. С него можно чуточку сбросить. Но нам это просто портит число получаемого... Как он называется, боженьки? Очков. Очков славы. Это никуда не годится. Так, выгружай сюда лют. Люд, работать собирайтесь. Все, еще 308. 296. Производство. Проверяем. 106%. Ждем ресурс. Нам нужно гораздо больше ресурса. С Андреса, по идее, начнут завозить ресурс, кстати. Так, в Андресе нет жилья. Но это ж не ко мне вопрос, я правильно понимаю? Этот вопрос и претензии вроде бы не должны быть в мою сторону. Где металл? Вот. Металл есть, да? Не дешевый. Но есть. Тут не поспоришь. Вы сообщили, что ваши кузни заработали. Очень хорошо. Так, 100 единиц там мы произвели, а в 110% мы еще не вышли. Есть такая печаль. Сейчас я выкуплю вручную железо. А там что у нас, там не только железо, да? Там железо и уголь. Производство. 106%. Да, железо и уголь. Уголь у нас производится на месте, поэтому притащим только железо отсюда. Ребятки, что по железу? 80 штук давайте. Сейчас мы отвезем. Какого хера здесь Англия плавает? Англия, это немножечко не ваша территория. Не наглейте. Так, забирайте металл, чтобы всем хватило. А его капец как не хватает. Его капец как не хватает. Так, 106. Сахар 110. Как так вышло? Сейчас я перепроверю. По-моему, я косякнул, но я не уверен. Так, это у нас сахар. Я поставил здесь. Так, получать производственные бонусы для ближайших поставщиков сырья жилых районов. Так. И у нас бонус есть везде. Он может не топчик, но он есть везде. Объединения здесь нет, как с сахаром. Я правильно понимаю? Да. Окей, и что вы мне рекомендуете в таком случае? Сейчас, сколько здесь места вообще? Ах ты ж, бляха, здесь место-то хера на самом деле. Угольный, угольный, угольный. Здесь уже угольный был бы не к месту. Да. Здесь угольный был бы к месту. Но я могу изуродовать, но, бляха, это будет не то. Это будет совершенно не то. Дома работают на две клетки, кстати. Что даст нам преимущество. Я могу перестроить просто две вот эти штуки, поставить здесь две угольные шахты, приконнектить к ним вот эти три здания. Так, а ну-ка, угольный даст бонус? Даст. В целом даст. Ну, давайте попробуем. Сделаем так и сделаем вот так. Если что, потом вот эти две удалим. Если будет совсем плохо, удалим эти две. Давайте, дорогуша, у вас есть время. Поработайте. Там сразу ресурс был, да? Угу. 15 дней. Ждем. По кораблям у нас что, кстати, подождите? А то я булки расслабил. И про кораблики забыл. Та, бляха, дай мне порт. На маяке у нас три барка, что, естественно, мало. Так, здесь у нас есть барки. Здесь есть барк за 53 тысячи. А, крафтим их за 38, по-моему, да? Ну, давай, пусть будет. Так, фрегат, корвет, флейт, барк, барик. Барк. На запасик наделаем. По-хорошему, конечно же, нужно наши те флоты переделать. То есть забрать у них флейты и отдать им барки. В барке. Правда, что один флейт это два барка. Но мы рассчитаем на четыре, чтобы они больше товара могли везти. Да, наверное, так и сделаем. Отдадим восемь барков на перестройку флотов. А все остальное спустим уже по каким-то своим делам. Так, ты, дорогуша, можешь, кстати, не отстаиваться. Иди работай. Ты знаешь свой маршрут. Вперед. Я тут послежу. Не переживай. Я посмотрю, чтобы все работало на урашечке. Четыре дня. Возможно, придется удалить. Возможно. Отсутствует церковь. Вы еще и церковь хотите? Да что ж ты будешь делать? Так, два дня. Плыви, затаривайся, продавай, кайфуй вообще по жизни. Вообще, надо было бы у него в маршруте выставить, чтобы он не продавал нужные ресурсы мимо. Ну ладно, фиг с ним. Пусть затаривается, как знает. Так, все отстроили, проверяем. Сейчас у нас производство, естественно, подупало. Хотя вышло в 108. Что? Что? Нам надо забрать все-таки те левые два предприятия, мне кажется. Они только ухудшают наше положение. Так, дистракт. Кузница, здание кузницы. Снести. Снести. Все, все довольны? 110%. Все. Господство? Господство. О, да. Так, сейчас он накидает говно какого-то. Так, будьте единственным представителем своей державы, производящим следующий товар. Чтобы занять предприятие, выберите его и создайте заявку на покупку. А так можно было? Подождите. Так, производство древесины. Это предприятие принадлежит местному торговцу. Хотите предложить владельцу за 77 тысяч. Ок. Производство древесины полностью в ваших руках. Это хитрожопа, слушайте. Я не знал, что так можно делать. Товоруголь, оставшиеся три предприятия. Где они? Уголек. Уголек. Так, вот эти три, наверное. Тоже 70, тоже 70, тоже 70. То есть 200 тысяч надо сюда влить. Давайте, ребятки, наколдуйте чуть денег, потому что я не хочу, чтобы вы с налем остались. Не хотелось бы, чтобы были эти проблемки. А по времени у нас что? Сентябрь, давайте. Отлично. Слушайте, по времени у нас вообще шик-блеск. Так, вышли в плюс. Еще Барк скрафтился. Как красное свечение на песках. Страшно капец. Так, угольные мои магнаты. Где вы там? Купыть. Купыть. И вы единственный добытчик угля в этих местах. Е-е-е. Все стратегически важные предприятия вашего родного города принадлежат вам. Теперь ваша задача обеспечить их эффективность. Что ж, посмотрим. То есть, мы должны выставить... Ну, это большие затраты просто по деньгам, на самом деле. Нам нужно сейчас снести то, что мы наставили. И переставить иначе. И тогда все, по идее, заработает так, как нам надо. То есть, мы сможем поставить мастерскую, вокруг нее облепить добычей угля и добычей древесины. Это самый простой вариант, который мне кажется. Хорошо, ребятки. Если вам с вами покажет небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное. И, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.